В Люберецком дворце культуры состоялись публичные слушания по проекту устава городского округа. Напомним, решение о назначении публичных слушаний было принято на первом заседании Совета депутатов. Они являются одним из этапов формирования городского округа Люберца. На собрании были заслушаны доглаты депутатов Московской областной думы и городского совета представителей администрации, члены избирателей комиссии Подмосковья. К нам в аппарат Совета депутатов поступили ряд предложений по изменению в устав, какие-то предложения тоже рассматриваем. Сегодня проект готов, проект выносится на публичные слушания для всеобщего обсуждения. Депутат Московской областной думы Игорь Каханный отметил, что данный проект соответствует всем нормативным актам Российской Федерации и Московской области. Исходя из оптимизации структуры управления, мы экономим очень много средств, которые можно опустить на социальные нужды, на нужды жилищно-коммунального хозяйства и так дальше. Присутствующим на слушании напомнили, какие населенные пункты входят в состав городского округа. Город Люберцы, дачный поселок Красково, рабочие поселки Малаховка, Октябрьский, Томилино, поселки Баластный карьер, Егорово, Жилина-1, Жилина-2, Мирный, Чкалово. А также деревни Кирилловка, Лукьяновка, Марусино, Машково, Матяково, Пихорко. Также в состав городского округа Люберцы входят деревни Сосновка, Токарёво, Торбеево, Хлыстово, Часовня. Жители задали вопросы, как будет отчитываться глава округа за проделанную работу. Как вот здесь планируется по городскому округу Люберцы, как будет отчитываться по округам нашим, по поселениям, или мы будем собираться в Люберцах здесь? Глава также будет проводить встречи с населением. У каждого в поселении, да? Конечно, да. Но не по месяцам, а у него график есть. А также личный прием глава обязан проводить. По результатам, публичные слушания признаны состоявшимися. В ближайшее время проект устава будет вынесен на рассмотрение Совета депутатов городского округа Люберцы. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.